Сколько стоит часовая встреча с тобой у тебя дома? И, короче, получилось так, их было в итоге 8, мы взяли, короче, меня и еще одну девчонку. Мне нужен секс с определенным типажом молодых людей. Ты говорила, что у тебя были отношения, но при этом ты занималась проституцией. Классный клиент, хорошие бабки, в принципе, все будет норм. Вон детей папаши, папаши иди с ними погуляй, а мамочка пока лавых посрубает. Столько всего было, мне кажется, в таком диапазоне и в таком количестве, мне кажется, мало даже опытных проституток, у которых это было. Я профессионал своего дела, поэтому со мной сдержать свой оргазм не получается. И даже больше, чем вы можете себе представить. А мужчин должен меня во всем поддерживать и хорошо трахать. Всем привет, друзья! Сегодня мы в гостях у рейтной проститутки Москвы. Сегодня будет очень жестокий и шокирующий 18 Plus контент. Смотрите это видео до конца и подписывайтесь на канал. Будет сегодня, обещаю, просто мясо. Оу, мальчики! Привет! Привет! Ну что, ты готова? Деньги давай, буду готова. Сколько денег? Чем больше, все давай. Сколько дашь, то столько и получишь. Слушай, конечно, кровью и потом ты заработал на эту акваративу. Сколько она стоит? И оргазмом тоже. 2500 миллионов. В центре Москвы? Ага. А это что, извиняюсь? А это чтобы клиенты еще больше ко мне приходили, еще больше бабла оставляли. Слушай, ну давай нам немножко покажешь квартиру, покажешь свое рабочее место. Да, да, ну вот если что, там есть хорошие клиенты, которые приходят и хорошо платят, мы с ними здесь бухаем, ну или чай пьем, ну или суши, едим и все они заказывают. Или бы ты на столе езжешь? На столе, ну, бывало и такое у меня, да. Но это только с хорошими, постоянными, хорошо платящими клиентами. Если мало заплатил, получишь только кровать и очень быстро. Как ты пришла к этой работе, к этому бизнесу, как тебя жизнь привела вот сюда? Никуда мне ничего не приводила, работа сама ко мне пришла. Расскажи, вот подробно, как вообще это все было? Очень круто. Вот давай с детства начнем. Вот ты родилась в Москве? В Москве. Родилась, а ты не из Москвы, сразу видно. Да, я из Беларуси. Да, да, да. Я родилась в Москве, в пятом поколении москвичика. Достаточно из-за строгой семьи. То есть у меня достаточно жесткая, строгая мама, которая мне там, можно сказать, дрочила все детство. Но вышло так, что с 15 до 16 я знакомилась с мужчиной. И этот момент, если что вообще, то есть не то что детство, даже не целую. Слованная прям вообще, прям, я не знаю, пай девочка. Этот мужчина мне начался держать. Ну не просто так, ну в смысле это самое. То есть мы с ним ходили гуляли, мы с ним общались по телефону. Он меня там просто обнимет, а он мне, короче, влюбился. И то есть он мне там предложение сделал, то есть как бы так все понеслось, поехало. И, короче, мне там подарками заваливал, то есть серия, я не знаю, там, я там смотрю, там, допустим, реклама по телеку. Там крутой стайлер последней модели, там беспроводной, крутые, там локоны. Просто пишу ему, там, блин, такой Сталин классный, так бы его хотела. Все, на следующее же утро он у меня лежит просто под дверью моей квартирной. То есть потом еще, не знаю, я хочу там волосы там нарастить длиннее. На следующий же день мы с ним идем, ну он потом, ну мне там оплачивает там волосы, ждет меня 3 часа, пока мне их нарастят. И он с ним в кафешку посидит, поболтали. Разошлись по домам, как бы все. Я поняла, что, типа, я красивая, я сексуальная, в принципе, то есть я реально сначала даже искренне верю, что я могу даже не спать с мужчинами. Просто с ними встречаюсь, проводить время, они будут всеми, типа, обеспечивать, содержать, мне покупать. Но с остальными уже так и не прокатило, естественно. Вот, ну и пошло-поехало, как-то на интернет-сайте знакомств я зарегистрировалась тогда еще, вот она мамба, вот эта всеми известная, на которой я там не сижу больше 10 лет, и слава богу. Ну и то, что пошли для знакомства, естественно, я там начала уже остальное, то есть там делать все за деньги, как бы, ну и все, пошло-поехало. То есть мужчин было достаточно много, денег было еще больше, больше мужчин, больше денег. Все. И я изначально обняла, во-первых, я обняла, в принципе, достаточно рано в своей жизни, что я хочу отвалить от мамы, потому что иначе, если я буду жить с ней, просто сойду с ума, мне реально придется выходить замуж за какого-то там, я не знаю, там маминого, там сына какого-нибудь там знакомого, чтобы мне там еще жениха выбирали, еще там, не дай бог, какой-то ужас. Мне это все очень сильно пугало, потому что меньше всего, и это я на тот момент хотела семью, постоянство и так далее. Вот, поэтому я начала, собственно, уже постоянно зарабатывать деньги где-то лет с 19 с половиной, тогда еще в стрип-клубе работала там 3 года. Ну тоже там, ну, я работала на таких клубах нормальных, где не то, что ты там танцуешь, просто крутишься, я не знаю, как лошадь ломовая у этого шестая, и ждешь, пока тебе там на чай 500 рублей оставят. Нет, я ходила в комнаты, мне не один раз, и как бы я зарабатывала, опять же, бабки, бабки откладывала, вот, и как раз получилось 20, 23 года, я уже переехала от матери. Начало квартиры снимала первое время, вот, потом купила, ну, как бы маме-то все равно помогает, да, там финансы в любом случае, ну, и это, ни о чем не жалею. Купила квартиру, ты получаешь за эти деньги, да? Ну, не за те, которые я знала, ну, как бы, ну, в целом, то есть за счет своего бизнеса, да. И за сколько рель ты ее заработала, вот эти деньги? Я не считала, если честно. Ну, там мне, конечно, еще там частично родители тоже помогли, и плюс мы там еще, там, ну, эти деньги пошли еще с продажи еще одной квартиры в Чертаново, на которую там тоже мы купили с родителями пополам. Мы ее, собственно, продали, и деньги, как бы, с нее они тоже пошли вот в этот бюджет, которым потратили на эту квартиру. Ну, давай, наверное, перейдем к таким более интересным вопросам, вот, сколько стоит час, часовая встреча с тобой у тебя дома? О, это у всех по-разному, но в целом, ну, как часовой, я честно скажу, часа нет, часа может быть очень, скажем так, ну, утрированно. У меня получается там по-быстрому один контакт, и нах, минимал от 5 до 20, то есть в зависимости, то есть от, там, допов, от желаний клиента и так далее. У меня выполняющие желания не все, а девочка очень капризная, поэтому, ну, ту-ту-тфу, все пока очень даже хорошо. Это моя сексуальная романтичная банка, где тоже можно за дополнительные деньги заняться сексом. Но иногда я здесь занимаюсь сексом с теми мальчиками, которых снимаю лично, я, мы лежим в пене, у нас романтик, светомузыка, здесь разный спектр освещения от розового, зеленого, синего, красного, короче, даже до светомузыка дискотеки, вот такого примерно плана. Можно здесь делать все абсолютно, и я это делаю. Ну, может, когда мы тебе с подписчиками заедем, пошли пока свое самое главное рабочее место, чтобы мы понимались пацанами, где можно заехать себе и отдохнуть. Это моя спальня, ну, если настроение хорошее, клиенты хорошие, можно заняться сексом и здесь. Ципа всегда рада видеть клиентов, особенно она радуется, когда мне деньги платит, но ее никто не трахает. Да, Ципа, ты не получишь секса. Вот такая шикарная кровать, она под заказ сделана, я за нее дала 200 тысяч, у меня до сих пор сохранены на нее документы с гарантией, и она очень нестандартного размера, я ждала ее 2 месяца. Здесь, соответственно, телек, здесь мы тоже, ну, здесь я люблю смотреть ужастики, я обожаю фильмы ужасов, поэтому здесь мы только смотрим кровь, месиво, убийство, поедание, резание людей, скрытие трупов и так далее. Ну, кстати, иногда это можно делать в процессе секса. А бывает такое, что клиенты к тебе приезжают, предположим, там в 6-7 вечера и остаются там до утра буквально? Нет, у меня такого не бывает, честно скажу. У меня, более того, у меня нет даже ночи. Ну, там ночью либо я сплю, либо я тусуюсь, но потом в тусовке все равно я сплю. Ну, для меня будет, ну, как тебе сказать, напряжение, то есть работать с клиентом всю ночь, потом я везде буду спать, и, по сути, там деньги, которые я заработала бы с него, я заработал так же на три дня, просто буду себя чувствовать лучше. И просто так мне, как бы, терять смысл нет. Там уже с клиентами я не сплю, а смысл всю ночь там сидеть, все снимают. Обычно у тебя столько пакет, часик-два, все. Часик-два, да, вот, но, опять же, там, в лучшем случае, ну, это может быть часа три. У меня есть постоянники, которые приходят, они всегда на три часа, но они берут с собой бухлу. Мы там еще, может, там еще не заказать из ресторана. Мы с ними, не знаю, там, общаемся на всевозможные темы, помимо, да, там, секса. Ну, и все остальное. В принципе, ну, хорошо, я в целом провожу с ними время. Ну, это прям какие-то, знаешь, избранные люди, потому что в основном это часик максимум два происходит. Понятно, понятно. А не укантохываться уже через, господи, 20 минут максимум. Слушайте, достаточно сделать движение, чтобы довести вот это. Меня до оргазма? Клиента. Клиента до оргазма, он бывает достаточно быстро в основном. Конечно, бывает разное, но в основном это процентов 75-8 скончают буквально в течение первых трех-пяти минут. Бывает еще быстрее, бывает просто надевая гондон, а он уже все. Бывает просто, там, пока он меня там гладит, ласкает, я просто беру за члена, а из него уже струится. Бывает такое. И это нормально. И это просто называется перевозбуждение, вот и все. Ты просто, ну, то есть ты просто подошла к этому, поэтому такой итог. Да, да, именно так. Поэтому я профессионал свое дело, поэтому со мной сдержать свой оргазм не получается. И как часто у тебя вот гости приходят к тебе домой? За один скрет в день бывает. Одиннадцать в день? Да. Че-то мне так смотришь. Щаси. Не щаси. На мой ты работаешь. Тяжело устаешь? Ну, не сильно прям так. Ну, бывает что там, ну, сложно, но на десятом-одиннадцатом уже немножко начинаю срываться. В каком плане срываться? Сол отсюда, все. Прям так, да? Ну, прям новая серия, то, что там все, да, это самое, ну, как правило, происходит уже там ночное время, уже там ближе уже к ночи. Ой, времечко, ой, все, там надо тебе спать, мне спать, так что давай-ка все там, закругляемся. То есть даже без посидеть там, без всего. А сколько вот было у тебя вот максимум клиентов подряд прям? Было такое, что прям сутки работало? Было, конечно. Все было. Все было тогда? Не, ну, не сутки, не, ну, в смысле, если брать, конечно, там, 24 на 7, чтобы эти 24 часа работало. Наверное, мне повезло, но у меня такого в жизни как бы не было. Да и смысл, там, когда-то можно недостаточно хорошую сумму заработать за меньшее время, при этом правильно себя подавать. Потому что, ну, по сути, ну, будем честными, шлюх полно, а там зарабатывают действительно хорошие деньги и правильно их инвестируют мало. Почему? Потому что там вот, ну, помимо, скажем так, дырки, если так утрировать, существуют, как бы, еще там другие, там, немаловажные моменты. А там это как внешность, это как разговор, это как мозги, это как правильная подача, это как, там, правильно, скажем так, уметь рулить клиентом, чтобы он понимал, что не он хозяин положения. Ну, не важно, что он заплатил, он заплатил, в принципе, чтобы ускорить секс девушке, которому понравилось только и всего, но явно там не за то, чтобы целый час делать то, что он хочет, а хозяйка я. И будет то, как я скажу. И для этого, естественно, нужен большой опыт, а я в сфере больше 10 лет. И, естественно, чувствовать людей очень важно, понимать, то есть, с кем, как вот лучше, скажем так, дискуссию к вести, по-разному, я совсем виду по-разному, правильно ведь? С кем-то я могу, то есть, там, более быть, прям, максимально грубой, прям, сука такой конкретно, с кем-то я буду чуть помягче. Вот, но в целом, то есть, если брать по позициям, то, как правило, я и в жизни, и в постели чаще всего доминант. То есть, мне это нравится, я чувствую себя хозяйкой положения, мне нравится, когда мужчины слушаются, они меня возбуждают, те мужчины, которые умеют слушаться, которые уважают женщину, неважно, кто перед ним, как бы, находится, и за какую сумму, и по какой причине, и там, ну, и так далее, все вытекающие. Просто перед ним находится девушка, которую он обязан уважать, обязан ценить, и обязан делать комплименты, и как-то, знаешь, там, в то же время скрасить ее время тоже, чтобы ей было с ним хорошо. Как думаешь, вот ты сказала, что ты в теме больше 10 лет? Да. У тебя было больше тысячи клиентов? Такой больше тысячи, тысяч 7-8, наверное, я же не считала. Но это не файн, там, я имела вообще партнеров. Ну, слушай, были там еще хорошие клиенты, у меня там пару раз, да, в которых я там, можно сказать, в своей жизни так хорошо прям дружила, мне были очень полезны, мы там просто, как бы, ну, там, дружили, скажем так. Так, помимо этого, были мои мальчики, с которыми я развлекаюсь, я же тоже за секс плачула уже 10 лет, как бы, ничего плохого в этом не вижу, как бы, я вижу определенных, да, там, мальчик, у меня тоже есть свои вкусовые пристрастия, достаточно необычные для девушек, женщин. Ну, что, скажи, что за пристрастие у тебя? Геи смазливые, максимально похожие на девочек, такие маленькие. Геи, геи, прям реально геи? Ну, прям реально геи. Ну, слушай, за деньги, это пару бокалов, как бы, я не знаю, что я там, звезда красивая, сексуальная, все будет гуд, и уже становится не геями на энное количество времени со мной, потом снова геи. И ты им за это платишь? Ну, кому плачу, кому не плачу, да, как получается, тот просто из-за любви ко мне, там, я не знаю, там, фанаты те же самые в клубе. Ну, кто-то идет за бухло, кто-то за лаве, кто-то по любви к своему кумиру, без разницы. Факт один, мне нужен секс с определенным типажом молодых людей, которые, естественно, тоже получаю. Поэтому, если, как бы, учитывая, допустим, были очень активные годы моей половой жизни, это, допустим, где-то, наверное, с 12 по 15 год была прям мега-мега активность, то есть там было очень много и таких мальчиков, и клиентов было каждый день, наверное, не знаю, штук, ну, честно, вот, чтобы мне в сарай по 8-10, прям почти каждый день так у меня было. Поэтому, какая там тысяча, а я еще и 10 лет, там даже побольше будет, но больше гораздо, гораздо больше. Расскажи, какой у тебя был самый маленький клиент по возрасту? Приходили они совершенно летние? Клиенты не все, всем 18. Я всегда, то есть, это, то есть, даже есть сомнения. У меня, в принципе, клиенты молодые, ну, за счет, там, как бы, ну, там, по минималу невысокого ценника, это приходит молодежь. То есть, ну, это истерия, там, 21-23 года, достаточно часто ко мне приходишь, давай, точно такие симпатичные парни, там, кто-то, я не знаю, там, кто-то, я не знаю, там, кто-то вообще, там, в армию собирается, ну, грубо, такие, прям, 19-летние такие пацаны, кто-то, я не знаю, там, только на борт из армии пришел, кто-то, не знаю, там, только от родителей переехал, захотел вот что-нибудь такого, что-нибудь такого эдакого с перчинкой, чтобы потрахаться с украиной телкой, как я за деньги. То есть, такое, как бы, тоже бывает. То есть, если есть у меня какие-то сомнения о молодом человеке, я всегда паспорт спрашиваю, нет паспорта, нах-нах. Приходят старики, прям, такие, за 70? Было, было у меня это в жизни, но, скажу честно, вот, на данный этап, то есть, в течение, допустим, вот, сколько я там работаю, так вот, ну, допустим, дома, вообще, у стариков нет, то есть, типа, даже есть клиент 40, он уже для меня старый. Ну, то есть, ты все равно соглашаешься, правильно? Ну, если он, если он, там, при этом, ну, там, там, адекватно, как бы, выглядит, адекватно себя ведет, да. Вот, но, кстати, скажите больше, что бывало-то, что такое, что приходит, там, чувак, которому, скажем так, за 45, где-то даже им 50, и он, ну, прям, ну, прям, вот, ну, прям, пахнет, он, прям, зашел какой-то такой. Я сразу говорю, что-то ты, очень старая, тебе вообще ладаном уже пахнет, так что, давай, это... Ну, уходит, ну, ну, там, ну, просто закрывает, молча ходит, то есть, а смысл его сидит, там, дискуссия? Он мне ничего не заплатил, я с него никакую неустойку не прошу, он мне просто смотрю, говорю, это, другое куда-нибудь место, кому-нибудь другому, вот, и как бы все. То есть, в основном, к ним приходят, ну, такие, относительно молодые люди. Слушай, ну, расскажи, какие-нибудь самые такие интересные истории, запоминающиеся, у тебя, наверное, их очень много, что вы такое с первочинкой жесткое, веселое? Ой, у меня очень много таких историй. Давай, поехали. Ну, я просто даже не знаю, что будет более жесткое, что лайтовое. Давай, все, рассказывай, мы никуда не спешим. Про футбольную команду. Ой, да, ну, это, наверное, ну, это даже, ну, это был секс, в любом случае, это, я не вижу, что это такое. Ну, когда еще в клубе тогда работала, были чуваки из Локомотив, там, пришли уже под утро, ну, забрать там двух девочек, на хату, там, потусить, потратить и все такое. И, короче, получилось так, их было в итоге восемь, мы взяли, короче, меня и еще одну девчонку. Мы приезжаем на хату, короче, на Страстном бульваре, прям, я прям, помню, прям, все прям круто, прям, пиздато, все прям на уровне. Там у нас и шампанское, там, масти, и все на свете, там, помню еще, и кокс-каликски, все такое, короче, прям нормально все было. А у девочки месячные пришли, и она такая, это, что делать, туда-сюда, и прям нормально пришли. Ну, в итоге ее, короче, выпроводили. Я осталась одна, мне же сказали, что я там самая красивая, самая активная, самая веселая, оставайся одна. И, как на самом деле, изначально-то в клуб там приехало вот трое, а из комнаты вылезло, как бы, еще пять. Все, с таким я больше не работаю, а боссать вообще за милую душу, отпиздить вообще за радость, счастье и эйфорию, прям, тоже просит ногами и руками, все. Приходит, платье свои, ну, там, приносит, либо свои надевает, либо просит, чтобы ты им по размеру подобрала. Одевает платье, челки, мальчик. На мужика платье? На мужика платье, челки, туфли. Да, а еще и парик тоже с собой берут, чтобы их, ну, они хотят быть женщинами, они стоят в раку, просят, чтобы их, один ко мне вообще пришел, я там стропом приготовила, понимаю, что сейчас я его буду, это самое. А он такой, садится в позу, ножка на ножку, нет, подожди, сначала женщину надо, что-то как-то, а, женщину надо соблазнить, уговорить, а только потом уже трахать. Это мужик, как тебе говорили. Он такой, не так, хочу быть, сверху. Окей, хорошо, сажусь, он мне сверху прыгает, как баба, короче, это стонает, как женщина. Ну, и все, в итоге кончило. И счастливый такой, как-то, нескратце, не хотел, сказал, что я его там трахнул, как мужик. Типа, остальные женщины, девушки, они как-то стесняются, как-то стараются все сделать как-то, типа, без души, а я прямо проявила такую игривость, как я обычно это делал. Мне такая, ну, как в любом случае, в любой профессии, в любой бизнесе, чем ты и занимаешься, нужно проект, как минимум, заинтересованность, чтобы те люди ходили, чтобы они к тебе возвращались, чтобы им было с тобой интересно, по кайфу. И даже если они кончили за пять минут, а через десять уже ушли, заплатив за гораздо больше времени, они все равно уходят в хорошем состоянии, потому что я красивая, я классная, я соответствую своим фотографиям, как бы я интересная, сексуальная, опытная. И хоть жалуются, радоваться надо. Ну и, не знаю, то есть, ну, по классике, там, жанры, что у нас там, ну, всякие там, БДСМ, там, плетка их там, ну, это, мне кажется, уж такое тоже. Из миски собачьи едят. Некоторые приходят, ну, ошейник с собой приносят, просят их одеть, короче, в ошейник, и это водить по квартире, пиздить, короче, и собачьи миски заставлять, это хавать. Пизденно. Ну, поэтому разные, вообще, честно, даже не знаю, столько всего, что, чтобы это просто еще все вспомнить, это, не знаю, надо прям, наверное, очень сильно погрузиться. На самом деле, мне такая мысль, вот, посещает, где-то, наверное, последний, может, месяца-два, я думаю, по поводу, вообще, в принципе, да, там, своей жизни, своего, да, там, детства, своего первого, там, сексуального опыта, последующего уже опыта в бизнесе и так далее. Просто нужно книгу написать, на самом деле, потому что у меня столько всего было, мне кажется, вот в таком диапазоне и в таком количестве, мне кажется, мало даже опытных проституток, у которых это было. И которые могут действительно это, ну, настолько, вот, грамотно вспомнить все, расписать, как будто это было вчера. И, в принципе, действительно, честно сказать, что они получили даже какой-то степени от этого даже какую-то радость, какое-то, не знаю, хорошее настроение и просто классные воспоминания. А у меня, на самом деле, это есть, поэтому я не вижу это ничего такого плохого. Так, давай поговорим, вот, сколько вот денег ты можешь заработать за день? По-разному, вообще по-разному. Бывает, вообще, десятку могу заработать, а бывает, что и 55-60. Вообще, по-разному. Ну, вот, сколько у тебя был самый жирный месяц, который вот самый много заработал? Ой, самые жирные месяца у меня были в 14-м, в 13-м году. У меня были такие месяца, я тогда зарабатывал просто больше лям и стабильно. То есть, я зарабатывала там лям 100, лям 250, лям 50, то есть, все как-то так, ну, типа, лям, ну, с небольшим. То есть, лям 300 у меня, наверное, был потолок. То есть, ну, ну, я скажу, я прямо там вообще, вот, то, что у меня спросил про сутки, то есть, я там была, что я там сутки не спала, принимала в разное время клиентов, как бы, помимо этого еще ходила в клубы, еще там тусила, еще там мальчиков все еще снимала. Потом у меня еще любовь там с одним была. Ну, как, короче, как ты там все это умудрялась, распределяла, и, ну, я еще там тоже откладывал, как бы, с этим все равно, как бы, ловая ху. Поэтому это были такие вот жирные, если говорить, месяца. То есть, на текущий момент хороший месяц это в районе 600-700. Ну, минимум 200-300 ты делаешь, да, стабильный, каждый месяц? Ну, 200-300 больше делаю. Не, ну, самый там худший месяц, если я там, ну, практически, не знаю, буду там вату катать, тусить, и, в принципе, мало работает, ну, наверное, 400. Сколько тебе денег нужно вот для жизни на месяц? На себя, на расходы, на свою красоту? Хороший вопрос. Честно, даже не задумывалась над этим. Ну, зависимость, опять же, вот, ну, вот, наверное, все-таки вот по мере своих потребностей, потому что в каком-то, допустим, месяце денег может быть меньше, в каком-то месяце больше. Ну, если, допустим, окей, откинуть, там, допустим, то, что серия, не знаю, по минималу, то есть, ну, наверное, тысяч, ну, 300 мне, наверное, хватило бы в целом. Так-то так. То есть, я не могу сказать какую-то определенную сумму, допустим, которая мне нужна каждый месяц. А если еще я буду ездить еще к своим родителям, которым стараются, ой, давай еще на денечек останься, который тебя там накормит, напоит, я не знаю, там, все купит, там, погуляет туда-сюда, как бы, у меня тоже чертана шикарная огромная квартира, и, как бы, мне там есть чем заняться. Если я там буду еще, там, не знаю, там сидеть, там, одну неделю, плюс, там, как-то, вот, ну, три недели, так, более-менее что-то, как-то, может, вообще, я не знаю, 200 и 150 хватит. Чаще всего это происходит здесь, но я не сильно готовилась к съемкам, поэтому здесь еще вещи не успела убрать. Квартиру проветривала после жаркого секса. А это что? Это для чего? Это для БДСМ. У меня есть один клиент, БДСМщик, и я его этой штукой, короче, бью по яйцам. Фу, а, ну, я жал, 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 я за ручку взял, и он мне за это хорошо платит. Вот эта чудесная кровать, на которой происходит все. И даже больше, чем вы можете себе представить. Телевизор, который мы смотрим исключительно меня, потому что лучшие порно, это только песку. Отражение, типа, я ее просто полонуху с тобой включаю? Нет, ну, это самое, там, ну, отражение, как бы, и бывает, надо смотреть мои клипы, ну, первое, у меня нет хуя, чтобы был хороший настроен. Это для хороших клиентов, которые за это все заплатили. Кстати, да, ребята, все видео сореные, горячие, их очень много, будут в нашем Телеграм-канале, в приватном. Ссылочку я оставлю в описании. Переходите там. Да, приходите и приходите. Слушай, а твои вообще родители знают, чем ты занимаешься? Конечно, знают. Мне 33 года, я занимаюсь им больше 10 лет. Мы с родителями там тоже вкладывали там тоже деньги в определенные, да, там, ну, моменты. Ну, недвижимость тоже мы с ним вместе купили, да, в Чертаново. Естественно, как бы, я тоже маме помогаю, ну, там, как периодически какие-то подарки делаю. Естественно, на протяжении, там, когда ты, ну, как бы, там, больше 10 лет занимаешься этим, об этом невозможно не узнать. Либо родители будут просто дебила при всем при этом, живя в Москве, и, как бы, там, видеть тебя каждую неделю. Ну, как это? Это невозможно просто. Как они к этому относятся? Ну, как тебе сказать, сначала было все очень трудно, были скандалы, мне там, вообще-то, даже меня там, помню, заперли там дома на домашний арест на несколько дней, скажешь, что я вообще из дома не выйду, пока я не пойму, что это все плохо, этим заниматься нельзя, что это все, короче, грязь, вообще, я проститутка, вообще, там, кончено, 5-10-е. В итоге я матери объяснила, ну, что я хочу, как я вижу жизни своим видением, своими, да, там, словами. Конечно, с большой неохотой, но она меня отпустила, она разрешила. А что ты за позицию объяснил или нельзя? У меня позиция в самостоятельной жизни о том, что я не хочу зависеть от мужика, я никогда в своей жизни, я, наверное, отлечусь от большинства девушек, которые, типа, знаешь, хотели, там, да, там, принца выйти замуж, там, богатого жениха, 5-10-е. Я никогда не хотела выйти замуж за богатого мужика, я не знаю, крутого жениха и сидеть, там, не знаю, там, дома, я не знаю, ждать, пока там муж придет с работы, стоит там на кухне и, в принципе, ничего не делать, не заниматься собой, не ходить, куда я хочу, не делать то, что я хочу. Я настолько самостоятельный человек, что я это поняла очень рано, даже в подростковом периоде, что я в своей жизни хочу всего добиться сама, чтобы потом, когда будешь уже постарше, в таком осознанном возрасте, просто купить себе такую жизнь, которую хочу я, а не смотреть, да, там, на чувака или строить свою личную жизнь на основе, да, там, каких-то материальных, там, материальной выгоды и так далее. Потому что, если я, допустим, свою жизнь даже, да, там, буду жениться, замуж, там, выходить, пусть это будет человека, с которым мне будет искренне хорошо, искренне, вот, ну, по сердцу, по душе хорошо, а не потому, что я буду с ним жить, потому что у него есть бабки, при всем при этом чувствовать себя ущербной и зависимой. Ну, как бы, в этом плане мать такой же человек, и она меня в этом плане, ну, поддержала и поняла, то, что... А отец? А мне, это отца, у меня отец, ну, отец мой очень давно, там, где-то там, короче, помер, вот, а отец у меня достаточно хороший, ну, естественно, он тоже все знает, он не осуждает меня ничего, он очень такой добрый, лояльный человек, даже гораздо лояльнее, чем моя мать, ну, вот, ну, что он скажет, я взрослый, у меня есть мозги, это, в любом случае, моя жизнь, надо быть, в любом случае, осторожный, внимательный и голову не терять. По сути, это золотые слова, я считаю, которые можно сказать тебе, человек, который тебе является близким и воспитывает тебя практически 7 лет. Ты говорила, что у тебя были отношения, была любовь, но при этом ты занималась проституцией, как твой молодой человек относился к этому? Ну, не могу сказать, что прям, если скажу, что относился прекрасно, это будет ложь, как бы, относился нейтрально, адекватно, почему? Потому что, а, я этих молодых людей никогда, то есть, ну, типа, ну, там, не дрочила, купи мне это, своди меня туда, я хочу то-се, то есть, все свои, да, там, опять же, какие-то там потребности, я оплачивала сюда сама. То есть, у меня там есть, там, что, за что-то надо заплатить, то есть, я сама оплатила. И с какие-то, там, подарки, это все делается по желанию. Наверное, в принципе, наверное, такое должно быть в идеале, чтобы, вот, чтобы никто никого не пытался именно, вот, прям, вот, полностью взять и прогнуть под себя, в том плане, что человек, там, должен тебе, не знаю, давать, там, последнюю копейку, по-любому, даже если так оно происходит, я должна исходить из желания самого человека. Поэтому, в этом плане, это, опять же, моя самостоятельность, как бы, это, то есть, как бы, моя уверенность в себе и, как бы, адекватно относиться, что у меня был за последние, даже, да, там, за последние два года у меня был не один молодой человек, с которым я жила вместе в одной квартире. В этой же квартире я работала, принимала клиентов, ну, человек мог просто отойти, либо в другую комнату, тихонько посидеть, там, достаточно, как бы, небольшое количество времени. Офигеть. Либо отойти, не знаю, там, на улицу прогуляться, или, там, на балкон выйти, там, на коридоре. Ну, как бы, и все. Офигеть, честно. Я уже говорил, ну, вообще, что... При всем при этом, они мне все были верны, то есть, ну, опять же, профессорами это не является изменой, потому что с клиентами я не целуюсь, с клиентами нет прелюдий. С клиентами я не общаюсь, как, вот, не знаю, с каким-то парнем, с которым бы я хотела бы, не знаю, что-то там большее, чем просто встреча за лавея в определенное время. Ну, вот, и они все это видят, все понимают. Более того, человек, с которым я отношения, допустим, который сидит в другой комнате, в принципе, слышит, как это все происходит. То есть, человек ко мне заходит, я, там, я не страшно, типа, как у тебя дела, может, пойдем с тобой на кухню, может, там, чай, кофе попьем, потанцуем, пообщаемся. То есть, я сразу, человек заходит, говорит, деньги давай. Давай, то есть, уже все понятно, деньги давай, полотенце там, раздевайся и ко мне. Ну, естественно, о каких, да, там, 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 дальнейших опасностях отношения, любви, симпатии, встреч, может, идти речь. Здесь все четко понятно. Есть деньги, есть секс, нет денег, иди нах, все, все просто. И они это понимают, что они видят, как я к этому отношусь. Более того, я даже не записываю номера своих постоянно клиентов, потому что они мне сами звонят, когда им надо. То есть, я с ними даже, вот, нет какого-то, там, общения повседневного, да, там, вот, ну, помимо вот этих вот, там, минут, да, за которые они мне заплатили. И я считаю, это правильно, потому что есть бизнес, есть личная жизнь, и эти вещи нужно разделять. К сожалению, или к моему счастью, что я такая единственная, не все девушки это мне делают, и за счет, это я, наверное, себя уважаю, что я все делаю правильно. Есть бизнес, есть личная жизнь, это вообще разные. Твои клиенты предохраняются презервативом? Всегда, я всегда покупаю презерватив, у меня всегда их куча разных презервативов, разные смазки, также мерамистина, хлоргексидина, всегда, более того, я скажу, что я, ну, в бизнесе уже, как я уже, в принципе, сказал, повторюсь, более 10 лет, помимо этого у меня были еще и мальчики для развлечений, геи, сама снимала эскортников, и все как бы было. У меня за всю жизнь не было ни одного за ПП, наверное, потому что я всегда очень правильно предохраняю, слежу за своим здоровьем, и эти все случаи, они, как бы, исключены, потому что об этом нужно думать всегда. Да, и не важно, что у тебя человек говорил, что он там хочет, за доплату, не за доплату, какие бы справки ни показал, идет он очень далеко и надолго, потому что есть бизнес, есть условия, мои условия, поскольку встреча находится, ну, происходит в моей квартире, поэтому или так, или никак, вот и все. Даже если я там тоже редко, ну, бывает, допустим, выезжаю клиенту в отель, то же самое, я беру всегда с собой презервативы, смазки, там, там, мерамистины и так далее, всегда. Были какие-то случаи с тобой, где тебя били, предположим, не хотели тебе выплачивать деньги? За всю жизнь мне ни один мужчина не поднял на меня руку, ни один, ни клиенты, ни там в любви, ни мальчики, никто, никакой мужчина. В Максе у меня были ситуации, когда у меня отбирали деньги, меня запирали в квартире, меня там пугали, что меня тут будут держать и это самое. Я, конечно, как умная девочка трахалась, вот, в конечном итоге были там какие-то, в каких-то когда-то потасовках, то есть были моменты, когда я клиенту ударила вот торшером там по голове, он отключился, я вот время сбежала. Но, да, было такое. Но я скажу так, то, что это был такой разовый случай, в принципе, наверное, по этой причине я не выезжаю просто никому домой, в гости, то есть мне гораздо спокойнее работать на своей территории, зная, что у меня как бы хороший элитный дом, у меня там видеонаблюдение все-таки там в доме, вот, в квартире есть там, там тоже, скажем так, самооборона своя. Плюс моя сила, поскольку я все время занималась еще боксом, недавно, кстати, участвовала в эпикфайтинг-шоу, вот, поэтому не бывают таких случаев, что что-то у меня на моей территории будет кто-то выкобениваться. То есть максимум чувак может сказать, типа, а что так быстро? Ну, я как-то ему грамотно объясню, но в наихудшем случае, ну, побуду с ним еще 15-20 минут. Все, как бы. А кем ты мечтала стать в детстве? Известной певицей, петь как Бритни Спирс на огромной сцене. Чего не получилось? Продюсера нету, но я сама себя там, ну, стала уже там продвигать, и у меня, благо, частично, можно сказать, эта мечта у меня есть полностью, что у меня были гастроли по России, то есть я периодически выступаю в ночных клубах. А, у тебя свои песни есть? Конечно, и более того, у меня последний трек уже в Яндекс.Музыка, лучших премьерах уже на первых строках. Нифига себе. Конечно. Как ты все успеваешь? Успеваю, более того, я сама их еще пишу, я сама там придумываю там тексты, придумываю, как это будет петься, далее еду на студию, записываюсь. Это хип-хоп? Хип-хоп Рэнбида. Прикольно, прикольно. Это не знал? Нет, конечно. Какой кошмар, вот, поинтересовался бы сначала, кто-то такой, Алена Пескун. Ужас. По институции твой единственный доход, и у тебя есть еще какие-то, может, бизнесы, еще какие-то темы? На текущий момент это почти единственный доход, но, грубо говоря, смотри, по музыке, то есть я когда выступаю, туда я зарабатываю деньги, когда я не выступаю, я не зарабатываю деньги. На данный момент у меня буквально уже на днях похочу свой интернет-магазин, это с текстильным, это там, где шторы, тюли, покрывал, и вот это вот все. Я попробую, безусловно, заняться еще вот этим, потому что, в принципе, все готово, сейчас только у меня дело там, ну, обложку уже саму. А если вот этот бизнес пойдет, ты с проституцией завяжешь, или нет? Я думаю, что этот бизнес мне не принесет таких денег. Ну, слушай, кто зарабатывает полляма за продаж белья, ну, что-то я таких людей не знаю. Либо надо там каждый день, прям, я не знаю, прям очень по многу прям продавать, и быть, я не знаю, чуть ли не единственным таким ярким сайтом. Какие у тебя вообще планы на будущее, потому что, явно, ты же не будешь заниматься проституцией до 70-60 лет? Ну, смотря, как я буду выглядеть. Я думаю, что если я буду постоянно клиенты, ну, пока позволяет мне моё здоровье и моя внешность, пока есть на меня спрос, я буду заниматься этим, ну, очень долго. Возможно, и такое. Но, естественно, есть, как бы, да, там какие-то рамки, безусловно, поскольку я тоже взрослела, и у меня тоже есть какие-то, да, там, свои планы, желания, да, там, цели. То есть на ближайшие, предположим, не знаю, там, ну, плюс-минус, да, там, 5 лета я вижу себя, скажем так, женой, матерью, любовницей, счастливой, достаточно успешной девочкой, которой всё получается. И, в целом, то есть, ну, у которой есть какой-то, знаешь, уже тыл постоянный, опора от человека, который является мне близким, моим родным, моим любимым, и на которого я всегда могу положиться. Это очень важно. И, соответственно, дети, потому что я считаю, что я девочка с чудесной, не то, что я считаю, я знаю, что у меня классная генетика, у меня есть, в принципе, в материальном плане тоже абсолютно всё. И у меня есть, кому это отдать, и в кого это вложить. Поэтому я не хочу, как бы, это просто взять и упустить в своей жизни этот момент. Я хочу узнать, что это такое, и вложиться в это тоже по максимуму. Смотреть, такой очень к тебе вопрос. А когда ты планируешь детей? Планируешь и вообще? Да, в течение двух лет. Найдешься молодого человека? Да. Так, так, пах, и здесь. Ну, как бы, да, вот. Ну, опять же, знаешь, мне там, да, там, такой позиции, типа, вот, я там ухожу замуж, я там один чувак, там, там, долго-долго вместе, и т.п. Я, современный человек, прекрасно понимаю, что, вот, ну, что люди должны быть вместе ровно столько, насколько вместе хорошо. То есть, допустим, у меня будет парень, ну, образно говоря, предположенно, теоретически, у меня будут от него дети. Но, если с ним отношения мне складываться не будут, если я, там, вместо, да, там, любви, тепла, заботу буду чувствовать от него, там, какое-то, да, там, напряжение, непостоянство, я не знаю, там, подлость и так далее, ну, естественно, я с ним просто сразу расстаюсь, как бы, ищу себе либо новое, либо развлекаюсь просто с разными людьми, то есть, опять же, то есть, в меру своего свободного времени. Смотри, представим. Я не хочу привязываться к чему-то одному и сохранять брак, родить детей, я, как бы, считаю, это неправильно, не должно быть так. Смотри, а если у тебя будут дети, ты будешь дальше проституцией заниматься, когда их вывестишь? Ну, посмотрим, как оно пойдет, я же не могу там загадывать. Ну, это не исключено. Не исключено, что у меня будут какие-то, да, там, свои, ну, постоянные, да, там, клиенты, ну, конечно, не в таком количестве, как я это делаю сейчас, разумеется, мы взрослые люди все понимаем, чтобы мои дети, да, там, образно говоря, там, там, ну, не сидели в соседней комнате, не слышали, как-то мама клиентов принимает. Поэтому, естественно, когда будут какие-то такие выдающиеся случаи, что классный клиент, хорошие бабки, в принципе, все будет норм, вон, детей папаши, папаши, иди с ними погуляй, а мамочка пока лавэх посрубает. Вот, лавэх срубит, звонит папаше, все хорошо, приводить деток, приходить домой, все, у нас чудесами нужен, потом можно куда-нибудь, не знаю, там, съездить, отдохнуть, там, там, погулять, что-нибудь еще. В любом случае, очень важно, чтобы были бабки, потому что, потому что, когда есть бабки, ты всегда можешь нанять няню, ты всегда можешь, не знаю, там, попросить, опять, что там, чтобы там, там, за твоими, да, там, детьми посмотрели, чтобы у них был в дальнейшем, не знаю, свой личный водитель, частная, хорошая школа, необычная школа, где вырастают непонятные дети, больше 100, никого сейчас не хочу обидеть, но все-таки я считаю, что мои дети достойно учиться в частной школе, частный детский сад, хорошие репетиторы, няни и личный водитель. Поэтому бабки быть должны всегда, и я должна быть всегда красивой, сексуальной, здоровой. А мужчин должен меня во всем поддерживать и хорошо трахать. А бывают ли у тебя какие-то проблемы с политикой, с законом и занятием проституцией? Никогда. Во-первых, у нас по закону идет большая ответственность на организацию, поскольку я в этом никогда не участвовала, не участвую и не собираюсь, соответственно, это уже проходит мимо меня. А уж в наихудшем случае, не знаю, по сути, просто встречаться с мужчинами за деньги на своей рекламе, на своей территории, это максимум полторы тысячи штрафов. И то, если ты там, я не знаю, просто не будешь ничего объяснять. Ну, какие у тебя, давай представим такую ситуацию. Тебя никто никогда не шантажировал, что ты должна со мной бесплатно, либо что-то сделать, дай мне денег, иначе будет... Шантажировали. Два раза у меня были очень интересные молодые люди. Люди, они пытались, конечно, какие-нибудь там крутые. Но я им сказала, что я круче тебя. И вообще, ну кто ты, будь добра, докажи мне документы, может, свои. Или давай мне там какие-нибудь свои данные, чтобы я в конце концов уже там, знаешь, точно поузнавала, пробила, поняла, что реально чувак какой-то очень серьезный. Они же больше выкобениваются. Приходит такой пальцы верным, да я там, кто-то там, какой-то полковник или что-то там еще. Да кто-то такой, что тебе надо, откуда ты вообще вылез? И знаешь, что здесь очень важное в таком моменте, что никогда не показывают то, что тебе страшно. Вообще никогда. Нужно всегда держаться уверенно на том, что... О том, что вот ты человек самодостаточный, ты живешь в своей квартире, у тебя есть, да, там тоже связи, знакомства. А у меня есть связи, знакомства. За такой срок работы, поверь, очень даже нехилый. И скорее я сделаю нужный мне звоночек, чем сделать чувак, который стоит там, свои там сопли распускает и пытается мне объяснить, кто он. Он при этом никаких аргументов мне не приводя. Он просто в итоге затыкается и уходит. У меня было два таких случая, поэтому они не работают. Какие у тебя были самые влиятельные клиенты? Влиятельные? Может, с Госдумы кто такие депутаты? Слушай, были у меня такие клиенты, но эти, честно скажу, я прям не интересовалась. У всех таких клиентов, они шифруются. Они просто платят очень много. У меня был чувак, один у которого свой самолет. Его свой самолет, охрана. То есть, это был нереально богатый чувак. Он мне заплатил 70 тысяч за час. Плюс еще оплатил нам с ним чудесный номер за примерно 15 тысяч. И плюс еще там это и напоил меня, накормил еще где-то там нормально. То есть, я не знаю, чем занимается этот человек. Но еще пообщавшись с ним, я поняла, что он как раз-таки в этих правительственных верхах. Ну, естественно, он не будет говорить о том, кто он, как его зовут. Там еще паспорт самосветитель и так далее. А были клиенты у тебя, которые, предположим, приезжали к тебе со своей женой? Ой, нет, упаси боже. Мне звонят, бывает, спрашивают, типа, а можно я с подругой, а можно я с женой? Я говорю, он трахает свою жену и разбирайтесь без меня. Потому что, ну, во-первых, я не работаю с парами, я против вот этого непонятного беспредела, против свингеров, не свингеров. По-моему, это какой-то бред. Ну, вот, поэтому, я не знаю, или мне нужно столько заплатить, наверное, чтобы я на это согласилась. Но мне кажется, такую сумму, которую я озвучу, вряд ли кто-то мне заплатит. Вот ты так выглядишь. Как часто ты входишь в салоны красоты? И сколько на тебе тюнинга, и сколько денег ты в него вложила? Ну, у меня пластические операции, во-первых, еще более того скажу, они как бы в течение моей жизни как-то периодически повторяются разные. Вложила я, ну, если врать, что вообще в себя в целом, честно, это квартира в Москве, правда, потому что я принесла более 25 операций по пластике. То есть, это все, это тело, это все лицо. То есть, в принципе, я не знаю, гораздо проще сказать, да, что я не сделала, чем то, что я сделала, правда. Так, ну что, в принципе, интервью достаточно было интересное. Да. Я, честно, не думал, что оно будет таким. Я думал, что все будет как-то гораздо проще и более тупо. Давай на прощание что-то хочешь пожелать нашим мужчинам, которые нас смотрят. Их смотрят очень много сейчас. Что бы ты им сказала? Мужчины, никогда не жалейте денег на своих возлюбленных. Если у вас есть возлюбленные, у вас с ними что-то не клеится, никогда не жалейте деньги на проституток. Иначе будет таким образом, как у бюджета, так у сюжета. Мы мало заплатили, мало получили. Много заплатили, больше получили. Поэтому бабки платите и ко мне в гости приходите, если хотите получить самый умопомрачительный секс в вашей жизни. И с моими самыми узкими щелочками, глубоким отсосом, моими дырочками, булочками, тисечками и сосочками, которые встанут сразу только от одного твоего прикосновения. В общем, ссылки на Айвене на Инстаграм я оставлю в описании. Я думаю, вам видео понравилось. Пишите комментарии, ставьте пальцы вверх. Не только вверх пальцы, но и свой 21-й палец тоже вверх. И подписывайтесь на наш канал. С вами был Никита Вашбитов. Всех обнял. Всем отсосало.